Привет, друзья! Для постоянных зрителей канала не будет новости, что помимо видеоигр я также интересуюсь комиксами. Давненько у нас по этой тематике на канале ничего не было, поэтому сегодня я хочу поделиться с вами новой находкой. Незадолго до нового года мне попалась вот такая любопытная вещь. Герои Marvel 3D официальная коллекция. И я с удивлением для себя обнаружил, что это чуть ли не первый раз, когда в России появляется официальное издание с фигурками персонажей из вселенной Marvel. Что представляет из себя это издание? Здесь у нас журнал, с первого взгляда вполне себе традиционный детский, может показаться, что эта коллекция детская, но это совсем не так. Вот такой яркий плакат с обложкой комикса на одной стороне и коллажем из персонажей на другой. И самое интересное, почему эта коллекция привлекла именно мое внимание. Фигурка. Фигурка не китайский ширпотреб с Али за 2 бакса, а официальная лицензионная. Что я думаю о китайском барахле, я рассказывал вот в этом видео. Гляньте, если не видели. Фигурки номерные, покрашенные вручную. Детализация тоже на высоком уровне, но, видимо, из-за ручной покраски не везде ровная. Сразу вспоминаются любимые в детстве коллекционные игрушки из киндеров. Раскрашенные вручную зверушки всегда обладали особенной теплотой. В лимитированном выпуске продавали 4 номера. У меня есть они все. И если паучок просто шикарен, то вот лицо Кэпа мне попалось, конечно, не лучшее. С другой стороны, надо понимать, что это не продукция сайдшоу за тысячу с хреном долларов, а бюджетные фигурки, которые может позволить себе каждый. Официальные фигурки меньше, чем за 10 баксов, в довесок к которым идут еще и журнал с плакатом. Плакат, правда, насколько я понял, будет только в первых четырех выпусках. Так что желающим украсить свою стену годной репродукцией обложки классических комиксов, стоит не щелкать клювом и не пропускать выпуски. Или вообще подписаться на журнал. Такой возможности мне, кстати, очень не хватало, когда я собирал комиксы Аташек, и в какой-то момент дропнул их покупать. Подписку можно оформить на сайте издания, ссылка будет в описании. И что приятно, не придется искать выпуски в киосках раз, и они еще и стоить будут дешевле два. За первые два выпуска вы заплатите всего 499 рублей. Да еще и доставка есть, хоть почтой, хоть курьером. 21 век, короче. Глядишь, такими темпами и зарубежные журналы перестанут с почты воровать. Сам журнал при ближайшем рассмотрении оказывается не тем, чем кажется сначала. Это не набор детских активитис, не кроссворды с несколькими страницами комикса, как другая похожая по обложке продукция киоска Роспечати, а досье героя выпуска. Самое оригинальное, по мне, это разные вехи от истории его появления до наших дней. Здорово наблюдать, как со временем менялся внешний вид, стиль персонажа. Здесь, наверное, мне стоит отложить Спайди, потому что все его виды я знаю вдоль и поперек, да и оригинальных комиксов набрал в коллекцию уйму. Давайте глянем, например, на Росомаху. Также здесь найдется его линия жизни, друзья и враги. В общем, что-то познавательное для себя найдут и дети, и интересующиеся комиксами взрослые. Да, еще есть инфа, что помимо сотни планируемых выпусков, которые будут выходить раз в две недели, периодически будут еще и спецвыпуски с особыми фигурками большего размера. Первым обещают сделать 15-сантиметрового Халка с выпуском под номером 7. По всей России герои Marvel 3D официальная коллекция начнут продаваться 16 января, и меня уже терзает вопрос, кто же будет в пятом выпуске, которого у меня пока нет. Напишите, кстати, в комментариях, какого персонажа вселенной Marvel вам хотелось бы поставить себе на полку больше всего. На мою пока отправляется эта бравая четверка, и очень бы хотелось поскорее пополнить их ряды. Напоминаю, что самый удобный способ подписаться на журнал по ссылке в описании. Так вы совершенно точно не пропустите новые выпуски, да еще и сэкономите на них. Я пошел изучать досье своих новых подопечных. Если понравился ролик, не забудьте надавить на большой палец вверх, подписывайтесь на канал, если сегодня здесь впервые. А на этом на сегодня все. До скорых встреч. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok